Приветствую вас! Итак, что мы имеем? Мы имеем мужа, мужчину, который страдает границами, отсутствием границ личной ответственности. Мы имеем мужчину, у которого амбиции явно завышены. Мы имеем мужчину, который слабо отдает себе отчет в своих чувствах. Ну, то есть, не распознает их. Ага. И мы имеем мужчину, у которого явные проблемы с личными границами по отношению к себе и по отношению к другим людям. Мы имеем по итогу, собственно говоря, Наталья, вашу личность, которая представляет из себя смесь определенного поведения жертвы, страха одиночества, неуверенности в себе и эммм так называемого сценария Матучка Хабарт. Данный сценарий можно почитать в интернете, прочитать про него можно в интернете. Я думаю, что вы без труда его найдете, сможете изучить и, соответственно, узнать, либо не узнать в нем себя. Ну, надо сказать, что многие клиенты, вот которым я говорю про этот сценарий, они отказываются признавать в этом сценарии себя, потому что, ну, неприятно. Неприятно это бывать. Вот. Но, тем не менее. По итогу, по итогу мы имеем созависимые отношения, как вы понимаете, между вами между вами и вашим супругом отношения исключительно созависимые, от чего и страдает ребенок. Вот. Что такое созависимость? Ну, опять же, про созависимость вы можете почитать в интернете. Вот. Я думаю, что здесь я скажу только про созависимость как проявление противоречия. Скажем так. Вот. то есть, то есть, то есть, отсутствие личной ответственности, в том числе и вашей, за то, что вы делаете. Вот. То есть, по факту, по факту, имеет место быть следующая ситуация, там, имеет место быть следующая история. Вы? Согласный отец, значит, на то, чтобы муж стал работать дома. Вот. При том, что у вас есть кредиты, да, при том, что мужчина обладает определенным негативным типом, как вы говорите. Ну, предположительно, это анальный тип личности. Вот. Можете тоже почитать об этом в интернете. Вот. И, значит, ну и амбиции соответственно тоже. Почему я говорю про отсутствие личной ответственности, ам, именно, у вас, Наталья? А, я говорю про это, потому, что, вы, ам, принимая совместно такое решение, явно не предвидели последствия, явно не предвидели последствия того, что могло случиться, того, что могло произойти. Вот. А мужчина, в свою очередь, стал объектом ваших, ну, скажем так, завышенных ожиданий, которые вы на него возложили. То есть вы ждали, грубо говоря, что он вдруг, внезапно, выйдя на работу фрилансером, всего добьется, вот, всего достигнет и так далее. При том, что у вас есть кредиты, при том, что мужчина, ну, определенные негативные такие вот аспекты, да, имеют, ну, в плане того, что он, вот, анальный тип, да. Ну, так, пока, скажем. Вот и получается такая позиция, что вот здесь у вас имеет место быть противоречия. И, к сожалению, к сожалению, противоречия проявляются у вас, не только у вас. что если у вас есть противоречия в данном аспекте, вот, то, скорее всего, есть противоречия и в чем-то другом, в чем-то еще. вот. И вряд ли можно говорить о том, что это случилось впервые. Понимаете? Ну, вот, факт наличия противоречия случился впервые. Следующее, о чем мне хотелось бы сказать, это о вашем вопросе, который вы задаете. Ваш вопрос звучит так. Как сохранить мир? А что, если я скажу вам, скажу вам, что данный вопрос в корни, в корни не верим? Потому что сохранять вам нужно не семью, а сохранять вам нужно отношения со своим мужем, от которого вы, к сожалению, отдалились. и отдалились уже давно. Или, который вы перестали понимать, и он перестал понимать вас тоже. Понимаете? Я бы сказал, что это очень важный момент. Ориентация не на семью, а на человек. Понимаете? Какая история. Ваш муж, он, конечно, переживает сейчас достаточно тяжелые времена. Но он, безусловно, не имеет права вести себя с вами так, как он ведет. А ведет он себя так только потому, что вы это позволяете ему. А позволяете вы ему это по очень интересной, на мой взгляд, причине, которая проявляется в том, что вы боитесь остаться, например, без него. Или не уверены в том, что сможете справиться без него. или что-то еще. Понимаете? Дело ведь не в кризисе. Кризис бывает у всех. Дело в том, как мужчина справляется с проблемой. Понимаете? Как вы реагируете на проблему? Как вы воспринимаете проблему? Как вы направляете своего мужчину в этой проблеме? Насколько вы доверительно взаимодействуете с ним? И так далее. И так далее. Ведь мужчина, по непонятным пока для меня причинам, просто-напросто боится, не хочет, может быть даже стыдится быть слабым. быть тем, кто не зарабатывает достаточное количество денежных средств. И у этого есть тоже причины. То есть, мужчина либо вам не доверяет до конца, либо вы как-то, ну, как-то проявили себя так, что он не может теперь рассказать вам о том, что он чувствует. вот. Опять же, я всех деталей не знаю, да, но могу сказать, что это вот примерно такая история. и сейчас мужчина вас не слышит, потому что ему не выгодно это. у него есть четкая модель поведения, у него есть четкая структура, стратегия того, как нужно себя вести с вами в этот момент. и он будет так делать до тех пор, пока вы будете соответственно ему это позволять. иными словами, вам нужно поменять свое отношение к фильму, определиться за своими границами и не позволять человеку обращаться с вами так, как для вас является неприемлемым. в принципе. У вас нет для этого средств, точнее может, может не быть для этого средств. я допускаю, но в таком случае с этими средствами можно и нужно будет поработать, чтобы они появились. не исключено так же, что ваш мужчина ведет себя вот таким образом, ну, таким образом, как им ведет, по той простой причине, что может тебе это позволить. То есть он знает, что по итогу ему ничего не будет. Он знает, что по итогу вы никак не отреагируете. И у него нет ответственности. не перед вами, не перед сыном. Конечно, он переживает. Но почему он переживает? Это, на мой взгляд, интересный вопрос. Ибо, возможно, переживает он не из-за того, что не может заработать денег, не может заработать денег, а из-за того, что не способен реализоваться. И поэтому, может быть, он так реагирует. В любом случае, это не ваша проблема. Проблема в том, ваша проблема в том, что вы годами такие отношения делали возможными. Я вас не обвиняю, безусловно, но если вы хотите, чтобы ситуация поменялась, то необходимо не пытаться сохранить, семью, как это вы делаете сейчас. А необходимо, на мой взгляд, конечно, позаботиться о себе, сохранить себя, позаботиться о ребенке, и только тогда уже посмотреть на перспективу отношений с мужем. Понимаете? Возможно, для вас это не очень приятная история. Но пока не изменится один член семьи, не изменится и второй, к сожалению. пока один член семьи, то есть вы, ориентируется на сохранение ее, этой самой семьи, другой человек может делать все, что он хочет. Ведь он знает, что ему ничего не грозит, потому что его партнер хочет семью, а значит от него зависит, а значит в нем нуждается, а значит у него развязаны руки. И, как вы, я надеюсь, видите сами, вы попали для себя в далеко не самую лучшую историю, но из нее можно выйти. и для начала я рекомендовал бы вам почитать предтреугольник Карпмана. В интернете эта история есть. Изучите хотя бы поверхностно, а попом обращайтесь на индивидуальную консультацию для того, чтобы уже более подробно с вами на эту тему поговорить. Значит, по поводу кредитов. Здесь интересная история. Непонятно, кто брал кредит, то есть на кого они оформлены. Непонятно, какой у вас бюджет, общий или раздельный. Вот, непонятно, как вы договаривались оплачивать этот самый кредит. Вот, ну потому что, мужчина поступает как-то вообще здесь безответственно. И вопрос заключается в том, насколько он адекватно здесь поступает. Вот, и так далее. Тут все нужно выяснять. Финансовые отношения в семье это едва ли не отдельная тема для беседы. Дальше. Что касается ребенка. то, на мой взгляд, ребенок учится сейчас крайне негативному поведению и получает очень странирующий опыт. Поэтому вам нужно, если не для себя, то хотя бы ради сына, чрезвычайно быстро что-либо предпринимать. В идеале, конечно, лучше бы пожить отдельно, да, то есть, ну, отойти от своего мужа, да, и просто побыть отдельно. Но если вот такой возможности нет, то, соответственно, тогда нужно, соответственно, менять свое поведение, вот, срочно. Может быть даже вместе с ребенком, вот, чтобы ребенок тоже поговорил со специалистом, да, с психологом, вот, и тоже, соответственно, ага, как-то вот поменял свое отношение, он бы несколько лучше воспринимал то, что происходит. Совершенно никакого значения не имеет, что вы знакомы со школы, совершенно никакого значения не имеет, что вы браке 12 лет, вот, кроме разве что, того только что, вы можете быть привязаны к мужчине, вы можете быть привязаны к нему эмоционально, вот, ну, элементы созависимости я уже озвучил. То, что вам тяжело, я понимаю, но вот, ваш вопрос, который вы задаете, вызывает очень большие сомнения, сомнения, потому что вы пишите, что нам с сыном очень тяжело, но вы не говорите, во-первых, про себя и сына отдельно, говорите про нам с сыном, вот, что, как бы, тоже вызывает определенные вопросы, вот. Ну, а корректный вопрос здесь будет такой, что я, именно я, не мы, я могу поменять в этой ситуации и как. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.